АПЛОДИСМЕНТЫ Как сказал поэт, человеку мало надо. Гораздо больше надо его жене. Но мы сейчас не об этом. Нет. Мы сейчас хотим с вами поговорить о мировой проблеме. Да. О проблеме всего человечества. О недостаче, о нехватке, о дефиците, о глобальной потребности и кричащих необходимостей. Нет, дорогие друзья, ни совести, ни денег, ни веры, ни надежды, ни любви. Ни Тамары, ни Наташи, ни Клавы. А как раз наоборот. Нехватке мужчин. Да, дорогие друзья, и это не смешно. Это не... Нас катастрофически не хватает. Да. Нас мало. Да. Мы дефицит. И даже сволочи из нас получаются редкие. И тем не менее, без нас не обойтись. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз. Трутся зимой медведи, а земную ось нафиг об ось тереться. Знает давно народ, как по уму согреться и продолжить рот. И так всем известно, что первым Бог создал мужчину. А женщину он создал же потом, из ребра Адама. И лучше бы он из этого ребра сварил суп. Потому что если бы не коварство Евы, мы до сих пор жили бы в раю. Если бы не я, не я, не я, не я, не было б тебя, тебя, тебя. Не было б тебя, такая рассекая, и не было б мучений. Вместо бы ребра, ребра, ребра. Печень бы росла, росла, росла. Печень бы росла, такая вот такая, без ограничений. Итак, нас мало. Да. Но давайте посмотрим правде в глаза. Хорошего и не может быть много. Конечно. Ибо что такое есть мужчина? О, мужчина это мужество. Только мужчина может сказать о себе, я прошел огонь, воду и медные трубы, как... Как самогон. О, мужчина это отвага. Только мужчина, очнувшись в реанимации, первое, о чем спрашивает... Доктор, а можно мне теперь уже пить? Мужчина это принципиальность. Только мужчина отобьет себе все пальцы, но достанет закуску из мышеловки. Мужчина это сообразительность. Только ему при трансляции футбольного матча три раза показывают повтор. Мужчина это скорость. Заметьте, только в мужском туалете никогда не бывает очереди. Мужчина это оптимизм. Только мужчина купается в море голым в надежде, что подвернется русалка. И, наконец, мужчина это мудрость. Он лучше сделает вид, что не понимает женщину, чем сделает то, о чем она просит. Если долго-долго-долго, если долго не мигая, ничего не понимая, слушать и перемевать, то, пожалуй, то, конечно. То, наверное, верно, верно, то, возможно, можно, можно, можно женщину понять. А в женщине, а вот такой ширины. А в женщине, а вот такой мышины. А мы крокодилы-бегемоты. А мы обезьяны-кошелоты. А алкажи и идиоты. А мы алкажи и идиоты. Стоп! Стоп! Мы будем говорить о тех мужчинах, которым в любви повезло больше всех. Правильно. О холостяках. Это герои, которые пытаются осчастливить как можно больше женщин. Этого героя не отпугнуть банальной фразой «пошел вон, сволочь». Он исчезает сам при словах «останься со мной навсегда, мой любимый». Но зато, избегая брака, он избегает развода. Стою на полустаночке в одних трусах и тапочках. А тут зима лютует, как назло. А женщины, как водится, всегда с умом разводятся. Где ж ты, мое нажитое добро? Диван, футбол, газета и ведро. И ведро. Понятно, дорогие друзья, что при таком отношении к мужчинам нас каждый днём становится всё меньше и меньше. Подожди, так эту проблему уже нужно поднимать на государственный уровень. Конечно. И не зависеть от женских капризов. Есть, например, предложение раздавать мужчин по очереди по разнарядке. По одному на семью и пенсионеркам скидки. Дефицит для товара выдавать за особо большие заслуги. А особо редкие экземпляры. Из семьи в семью, только в результате острой конкурентной борьбы. Опять мы возвратились к тому, с чего начинали. Опять мы с жертвой упали в борьбе роковой. А может действительно? А может быть хватит борьбы? А может быть пусть роковой будет страсть? О, страсть к вам, наши дорогие женщины. А вы, а вы просто будете любить нас. И тогда поверьте, все эти проблемы будут решены. Нужно нам такие создавать условия. В конусе держать для жизни и здоровья. Нам любовь нужна, забота и внимание. И еще родные каплю понимания. И тогда мы станем принцем все. На крутом, на белом, на коне. И тогда любить начнем без меры. Ну а женщины все будут королевы.